Гриф, эй ты птичка, детям со мной, там столько вкусного! Страус, сколько? Всем привет! Сегодня мы будем готовить баклажаны для тех, кто на чередовании, на закрепе, на лестнице и так далее. Для начала нужно включить духовку, 200-250 градусов, ориентируйтесь на свою. И для этого нам понадобятся совершенно обычные продукты, ничего сложного, рецепт очень простой, необыкновенно вкусный. Для тех, кто любит баклажаны, просто праздник души. Нам нужны баклажаны, чеснок, зелень, какая у вас есть, кинза, петрушка, укроп, у меня лук зеленый и петрушка, и помидор. Для начала. Запомни, лучший день потерять, потом за 5 минут долететь. Вперед! Мы возьмем чеснок, я буду много чеснока использовать. Если у вас нет желания добавлять туда чеснок такой, добавьте сухой. Не любите чеснок, не добавляйте его совсем. Ну его нужно раздавить. Не раздавляется. Вот так вот раздавить. Если вы можете есть сырой чеснок, можете добавить сырой. Но вот этот печеный чеснок мне очень нравится, очень вкусно получается. И на противень. Баклажаны можно проткнуть. Вот сейчас уже весна, многие на дачах. Если у вас есть мангал, вы можете баклажаны запечь на мангале до черноты. Вот мы вам покажем, как это сделать. Я, наверное, 3 баклажана сделаю в духовке. У кого какие возможности? Вот так. Не надо ни фольгой накрывать, ничем. И ставим в духовку примерно на 25-30 минут. В общем, вы смотрите, чтобы они полностью запеклись. Я вам покажу потом. Ставьте вот туда повыше, чтобы вот на самый верх получилось поставить. Все, закрыли духовку. И ждем 25 минут. Ну и пока баклажаны готовятся, мы сделаем начинку. Нужно помидоры порезать, но для начала нужно снять кожуру. Вы можете ошпаривать кипятком, если у вас такие помидоры цельные, ну, небольшие. Я все-таки сделаю вот так. Нож для этого должен быть очень острый. Вы можете, если нет свежих, хороших помидор, можете использовать, знаете, продаются консервированные, резанные помидоры. Или целые порезать, без кожуры. И достаточно мелко нужно порезать. Так, помидоры готовы. Теперь мы порежем зелень. Грубые части убирайте, потому что они потом будут неприятные. И помельче петрушечку. Ну и ждем. Сейчас уже баклажанчики запекутся. И еще сюда добавим чеснок. Вот так. Наши баклажаны готовы. Посмотрите, чтобы они были вот такие вот мягкие. И пока они горячие, мы убираем в пакет. И завязываем плотно. Пусть они там остывают. И мы потом будем их чистить. А чесночок мы достаем. И нужно почистить чеснок. Вот видите, какой он. Вот чесночок нужно почистить. И тоже мелко нарубить. Аккуратно, он очень горячий. Запах стоит потрясающий. Печеный чеснок, это очень вкусно. Ну вот такой запеченный чесночок получился. Сейчас мы его мелко порежем. И добавим начинку. Вот этот чеснок очень сильно запекся. Вот эти вот твердые моменты убирайте. А это добавляем начиночку. Ну вот этого будет достаточно. Сюда добавляем перец, черный, красный перец. Какую-нибудь приправу, если вы любите. Я добавлю только соль и перец. И потом уже в конце, там буквально чайную ложечку оливкового масла. Перец, соль, это все по вкусу, как вы любите. И очень тщательно все-все перемешать, чтобы чеснок проник во все помидоры. Даже немножко вот так вот придавливайте, чтобы был сок. Это вот количество на один баклажан. А один баклажан, это в общем-то две порции на два человека. Все, начинка готова. Ждем, когда остынут баклажаны и будем чистить. Ну и так, наши баклажаны остыли. Достаем. И начинаем очищать. Видите, как прям пленочкой снимается. Вы знаете, вы дождитесь, пока они остынут. Я вот в прошлый раз делала прям горячими, обожгла все руки. Поэтому дождитесь. Вот они, но они не холодные, они теплые, ближе к горячему. Вот это вы уберите, но хвостик не срезайте. Ой, хвостик у меня убрался. Вы его не убирайте, он будет симпатичный, когда вы блюдо будете оформлять. Постарайтесь, чтобы он сохранился, хвостик. Ну все, вот так вот мы почистили. Теперь нужно его развернуть. До конца не прорезайте. Вот так. И нужно вот так надрезая, развернуть его, чтобы он такой стал приплюснутый. Если бы здесь был хвостик, было бы симпатично. Ну вот так вот. Вы же сделаете красиво. И у вас все получится. Вот так вот раскрываем. Теперь баклажанчик нужно слегка присолить. Вот чуть-чуть сбрызнуть солью. Все. И теперь выкладываем начинку. Вот ее прямо так вот вдавливаете туда. Начинку не жалеем, чтобы это все пропиталось, чтобы весь баклажанчик пропитался этим соком томатным. И теперь буквально одну чайную ложку оливкового масла. И вы помните, что по дюкану масло растительное можно употреблять. Я скажу даже больше. Масло нужно употреблять. Я всегда в самом начале, когда мы были только в начале диеты дюкана, всегда говорила, что растительное масло я добавляю. Поэтому добавляйте, потому что белки, жиры, углеводы, все это в организм должно поступать. Не ограничивайте совсем. Ну, ограничивайте, но совсем убирать, конечно, нет. На атаке на первом этапе, конечно, там нужно ограничить все. Но атаку масло, конечно, добавляйте, чтобы быть здоровыми и красивыми. Вот такое блюдо у нас получилось. Это как самостоятельная такая закуска. Это как дополнение к основному блюду. Вместо салата вы можете это использовать. Это на самом деле очень вкусно. Я всем рекомендую. Попробуйте, сделайте. Вам обязательно понравится. Ноги, крылья. Главное, хвост! Вот здесь должен быть красивый хвостик. Вот здесь. Ничего страшного. Вкусно. На этом мы заканчиваем. Мы желаем всем крепкого здоровья. Худейте с удовольствием. Всем пока! Лайки поставьте, если понравилось. Видишь, как получается не на камеру. Вот и хвостики сохранились. Вот они. Для сервировки вот это, конечно, посимпатичнее с хвостиками. Афиняк Ерминь. Афиняк Ерминь. Афиняк Ермь. Субтитры создавал DimaTorzok